Отправляюсь на некогда закрытый остров, который сегодня известен во всем мире и называется он Русский. Кстати, я читала, что до строительства Русского моста на остров Русский можно было добраться только на пароме. Но каждой зимой возникали проблемы. Вода покрывалась толстой коркой льда, которую бывало не могли преодолеть пассажирские судна. Поэтому остров иногда оставался отрезанным от материка. Когда возвели мост, который также назвали Русским, поток туристов и местных сюда не иссякает. На острове Русский столько интересного, что только и успевай записывать сториз. Здесь на Русском находится сразу несколько фортов и батарей Владивостовской крепости. Одно из старейших и уникальных объектов. Предлагаю посмотреть одно из оборудительных сооружений. Артур, на какое мы пришли? Мы пришли на Новосильцевскую батарею. Конечно, она совмещает в себе изумительный вид на мост, пушки и где можно по правде ощутить всю мощь этой батареи. Вообще, это довольно важный стратегический объект, потому что она охраняет вход в город Владивосток. То есть мост построен над проливом Босфор Восточный, а пролив Босфор Восточный — это своеобразные ворота на входе в город. А это реальные пушки? Да, пушки были такие же, но оригинальные пушки, которые стояли здесь со времен постройки, в 1914 году были отправлены на Западный фронт, на Первую мировую войну. И пушки, которые мы видим сейчас, уже после решения восстановить, отреставрировать крепость, собирались по сусекам, так как говорят. Еще в 1915 году крепость признали одной из лучших в мире. Хотя, на первый взгляд, она самая обыкновенная. Дело в ее многочисленных подземных переходах. Это просто факт, но и есть легенды. Если ты присмотришься, то на островке видно небольшую серую полосочку в левой его части. Это заброшенная казарма. И по легендам, неподтвержденным, но все мы в них охотно верим, там когда-то была женская тюрьма. А это значит, что? Алькатрас, золотой мост, сопки есть. Привет, Сан-Франциско, да? Сан-Франциско и Владивосток роднит еще и любовь к морепродуктам. Это же отель какой-то. Нет, мы приехали на ферму, где выращивают самые главные вкусности Владивостока, а именно хребешок, устрицу, мидзю и никому не трепанг. Самое дорогое, что можно придумать. Трепанг. Кто бы подумал, что в этом здании располагается устричная ферма. Хотя здесь лишь маленькая ее часть. Основное пространство для выращивания морепродуктов в море. Место, где мы храним морепродукты при температуре 4-6 градусов постоянно. Все это нужно для того, чтобы нам была возможность отправить наши морепродукты в московские и питерские рестораны, так как все-таки у нас температура высокая, плюс расстояние тоже достаточно большое. Поэтому мы будем именно использовать придержку. Здесь абсолютно холодная вода 4-6 градусов. Это позволяет, конечно, соленая, абсолютно в пресной воде они жить не могут. Это позволяет им подать стадион абиоза, то есть они спят, у них замедляются естественные процессы, потом они спокойно переносят в перевозку. Это для нас анестезия своеобразная. Бассейн для морских гребешков. В Владивостоке их просто боготворят. А сколько год вы производите гребешка? 6 тонн. Ничего себе. Интересно, какое это существо на ощупь? Это гребешок приморский, очень важно. У него здесь два одинаковых ушка. Это как раз таки позволяет его отличить. У него около 23 ребер. Есть еще гребешок японский. У него одно ушко будет намного длиннее, чем другое. То есть асимметрия своеобразная, он будет меньше по размерам. Трический субтитры сделал пандемии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»